всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз пришел кабель usb micro usb как недавно тут стало известно что в августе месяце компания nikon выпустила демодрайвер для того чтобы nikon d5600 превращался в веб-камеру и для этих целей мне понадобился кабель чтобы можно было беспрепятственно ее использовать плюс дополнительно использовать программное обеспечение который тоже поставляет nikon лицензионная это камера control 2 pro которая тоже позволяет управлять камерой при помощи компьютера на экране через usb кабель usb-a и usb micro как обычный у нас со смартфоном для этих целей я вот заказал данный кабель долго пришлось искать причем я искал не обычные кабели стандартные прямым штекером а именно с угловыми штекерами для того чтобы достаточно компактно все это помещалось непосредственно и на камеру и на ноутбук для подключения данный кабель очень удобно использовать непосредственно при играх например со смартфоном когда у вас аккумулятор разряжается то при зарядке кабель не мешает непосредственно самой игре на смартфоне не торчит сбоку а опускается вниз возвращайте часть денег за покупки в алиэкспресс с кэшбэк сервисом летишопс это реальные деньги которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона будьте в тренде покупайте с кэшбэком от летишопс ссылка в описании так что из себя представляет упаковочка вот она в таком виде пришла как видим здесь компанию в которой я нашел кабель и обычно берут длиной и делают 0,25 сантиметров метр полтора два и три метра причем три метра очень сложно найти особенно в таком исполнении когда у вас вилки развернуты на 90 градусов и давайте посмотрим что находится внутри внутри у нас находится непосредственно кабель такой он нейлоновой оплетки идет стандартный упаковочное доставочное крепление и вот такой вот кабель присутствует причем здесь сверху идет металл но сама часть вилки часть которых шнуру это уже пластик металлическое звучание слышите и пластик вот такой вот кабель длиной 3 метра нашего измерять не буду но точно 3 метра вот такие вот подключения да еще хочу сказать что существует когда у вас на 90 градусов повернута вилка различное исполнение имеется ввиду левое исполнение правое исполнение дальше вниз и вверх ну а по-английски left, right, up and down так вот я может быть сейчас ставлю два рисуночка как это определить но вот эти два рисуночка они оба противоречивы чем это связано с тем что китайцы путают где там право где там лево точно также где там вверх где там у них низ поэтому два рисунка они противоречили поэтому лучше всего когда будете приобретать отсылка будет описание смотрите не на картинки которые стоят непосредственно виде рекламных а именно на картинке которые оставляют в обзыв покупателя и тем самым вы увидите подойдет вам этот угловой штекер usb micro к вашему подключению у меня вот смартфону asus zenfone max pro m1 вот эта часть подходит а к htc desiria 825 dual sim не подходит он будет вот так вот смотреть вот такой вот да тут еще один момент у меня на канале есть эти хомутики для того чтобы закреплять непосредственно ваш кабель чтобы не закручивать тем же самым и теперь у вас все удобно будет храниться теперь давайте еще один момент а именно из-за того что кабель достаточно длинный он составляет три метра то если я буду использовать непосредственно на камере то необходимо установить фильтр перитовый фильтр который позволяет отсечь блуждающие токи тем самым улучшить качество эти фильтры продаются они достаточно недорогие так он закрепляется надежно здесь где-то три с половиной миллиметра они различного диаметра было под различные кабели но и благодаря вот этим фильтром все отсекается блуждающие токи видели на кабелях они уже впаяны как вариант а есть вариант непосредственно когда они разборные закрепляется непосредственно после приобретения такой вот кабель и вот такой вот фильтр давайте сейчас посмотрим как располагается данный кабель присоединяем к камере вот у нас есть камера здесь у нас есть разъемы для подключения micro usb и micro usb вот мы так подключили и кабель удачно садится и не мешает торчащими вариантами проводов непосредственно наружу так вот все удобно размещать сейчас давайте посмотрим как этот кабель работает посмотрим на двух программах это OBS studio мы сделаем его как веб камеру и вторая программа camera control 2 про компании Nikon как она тоже будет осуществлять действие при помощи этого кабеля подойдет или не подойдет хотя на обратной стороне если посмотреть то здесь написано для каких устройств предназначен то числе и для фото аппаратов давайте подключать камеру к ноутбуку и смотрим как ведет себя камерам как веб-камера через программу OBS studio и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Давайте еще раз посмотрим как ведет себя камера непрограммным обеспечением Это Camera Control Pro версии 2 компании Nikon Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак я вам продемонстрировал возможности данного кабеля Каждый решает сам о необходимости приобретения данного кабеля Все у нас прекрасно работает Также дополнительно можете приобрести ремешок для того чтобы в последующем хранить и транспортировать этот кабель И приобрести фильтр ферритовый для исключения блуждающих токов Тем самым улучшить качество подключения камеры к ноутбуку При случае когда у вас достаточно большая длина Да и еще если вы внимательно смотрели То на кабеле нигде не написано данная фирма А именно ZRSE Поэтому как правило все кабели делаются на одном заводе Ну а в дальнейшем уже раскладываются теми фирмами которые создаются по продаже данной продукции Поэтому здесь нет необходимости смотреть на данную фирму Потому что кабели все одинаковые Если вы посмотрите у других производителей Размеры практически те же самые Ну с исключением одного момента не везде можно найти длину 3 метра До двух метров без проблем А вот с трех метров только у определенных производителей Поэтому всем кто желает делать свой осознанный выбор Я свой осознанный выбор сделал Результаты вам продемонстрировал Но о приобретении каждый решает сам Нужен ему этот кабель Не нужен Для каких целей и тому подобное Всем спасибо за внимание Кому это было полезно Всем удачных покупок распаковок До следующего видео И до свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok